Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Домашний Ачах с Мариной. Я отвечаю на ваши вопросы по поводу приема соды. Более 5 лет я являюсь приверженцем этого метода. Но 5 лет назад я получила очень тяжелое обострение, начав принять соду. Это считается методом Ивана Павловича Неумывакина. Я его пропагандирую, я его поддерживала при жизни, дорогие друзья. Но в связи с тем, что произошло такое обострение, я изучала этот метод в другом направлении, в направлении Айурведы. Я создала свою философию приема соды, в общем-то, аккумулируя знания Рерих, Блаватской, Айурведы, Ивана Павловича. И мой метод гласит о том, что соду мы пьем в минимальных количествах на протяжении долгого времени, даже для того, чтобы поднять себе настроение. Поверьте мне, всего лишь четверть или меньше чайной ложки соды пищевой на стакан кипятка, который гасится естественным способом до тепло-горячего вида, пьете утром натощак за полчаса до еды. Очень много видео вопросов, ответов. Вы можете просмотреть, чтобы я не заостряла на этом внимании. Один раз в день, и это просто прекрасно. Отвечаю на ваши вопросы, которые идут под видео. Анна спрашивает, здравствуйте, а при метеоризме можно ли пить соду? Дорогие друзья, наш организм, это такая химическая лаборатория, которая не только поглощает еду и выбрасывает ее, она еще ее и расщепляет. И, к сожалению, в нашем организме очень много остается шлаков, скажем так. Это непереработанная пища, которая может действительно проваливаться в вашем кишечнике, если можно так сказать, да, оставаться, приклеиваться, компоноваться в каловые массы. Особенно все, у кого большой животик, у кого большой вес, вес у кого достигает 90 килограмм, у вас более 10 килограмм только каловых масс вот именно в том гамаке, в том кишечнике, который у вас провис. И вот такой вот он висит, как гамак, потому что у него нет тонуса. Вы же прекрасно понимаете, что сода как раз и есть тем средством, которое, во-первых, запускает перистальтику кишечника, и он поможет этим каловым массам, вот как вы делаете генеральную уборку на кухне, да, когда вы моете мойку, кастрюли, чашки, ничего, да, вы можете использовать какие-то моющие, синтетические средства, но практически лучше горчицы, лучше сода, ничего нет. Точно так же вот этот содовый раствор, он размягчает каловые массы, он запускает перистальтику вашего кишечника, и он как абсорбирует и вытягивает вот это вот все. Пьем мы соду в минимальных количествах, для того, чтобы не нарушить флору кишечника, безусловно, это надо учитывать, но до кишечника уже вся сода будет растянута на клеточном уровне. Сода настолько полезна для нашего здоровья, она так и называется, сода, это божественный пепел. Пьем мы ее в минимальных количествах, для того, чтобы улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Если у вас есть эрозийный калит, соду мы не пьем, дорогие друзья, если у вас есть язва желудка или какие-то эрозии, мы соду не пьем. Сначала вы смотрите мои плейлисты фитотравы, проходите в программе самооцеления, и спустя какое-то время вы приступаете к тому, чтобы убрать метеоризм, убрать вот это вздутие живота. Если у вас запоры, если у вас наоборот диарея, сода, она как раз гармонизирует работу кишечного тракта. Задавайте свои вопросы, дорогие друзья. Вот. И я постараюсь на них ответить.